Матвей Воскалевич – студент-первокурсник Купаловского вуза. В университете он обучается профессии инженера-строителя. Как рассказывает сам, теория – это хорошо, но изучить свою специальность лучше помогает практика. Именно поэтому он решил не тратить это лето впустую, а полностью погрузиться в будущую профессию. И к тому же помочь ускорить строительство целой школы. Работа, я бы не сказал, что прям очень сильно сложная, но тоже физический труд. Тоже тут немного утомляет, но справляемся. И наши рабочие тоже хорошие люди и стараются нам помочь. И для моей специальности это важно – почувствовать себя в коже рабочего, что ли, и прочувствовать стройку изнутри. Кроме того, студотряд – это еще и возможность заработать деньги. Пока Кирилл Сырицкий учится укладывать плитку, его греет мысль, что по завершению работы он накопит нужную сумму, чтобы сдать на права и в будущем купить мотоцикл, о котором давно мечтает. Я как-то с детства хотел заработать свою денежку, и вот тут предоставилась такая возможность, почему нет. Тем более можно научиться всему новому. Ну, разные интересные работы. Будет приятно, что придут вот маленькие дети, будут учиться, и, соответственно, я к этому приложу свою руку. В этом году благодаря студенческим отрядам было сформировано 7,5 тысяч рабочих мест. Порядка 3,5 тысяч человек уже отработали свою смену. Многим это еще только предстоит. Желающих трудиться в летний период с каждым годом становится все больше. Число организаций, предоставляющие рабочие места, тоже достаточно. А раз есть спрос, значит и предложение тоже растет. Наши ребята уже приступили к медицинскому проекту в Новополоцке работать. И, конечно, традиционно наши студенческие отряды продолжают трудиться за пределами Республики Беларусь с нашими дорогими братьями и партнерами на территории Российской Федерации. Так уже порядка 33 человек отработали в составе студенческих, педагогических, сервисных отрядов на Всероссийском центре «Орленок» и лагерь «Морская волна». В скором времени также отправится еще один медицинский отряд для работы на Всероссийском проекте в Кемеровской области. Всего в будущей школе будет сформировано 44 класса. В одну смену будут заниматься порядка 1020 детей. Уже известно и количество первоклассников. Их будет почти 400. На данный момент строительные работы здесь завершены на 90%. Рабочие укладывают пол в спортзале. Занимаются отделкой стен и проверяют гидроизоляцию в бассейнах. Строительство школы в Грандичах находится на финальной стадии. До 1 сентября осталось буквально полтора месяца. Объект практически готов. И в этом немалую роль сыграли гродненские строотряды, которые трудились над будущей школой. К слову, когда они закончат, ребят перебросят на другой объект, не менее важный для этого микрорайона – детский сад. Ольга Пранкевич, Василий Мальцев, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова